Доброго времени суток. Заберем золото вот с таких процессоров. Вот такие, как они здесь называются. Вот. И вот такие. Вот они. Вот это с радиатором такой же. Это тоже. Вот он. И такой же с таким радиатором. Вот. Радиаторы, конечно, я сейчас поснимаю. Здесь тоже. Вот. Ну и имеется это керамический усе. Вот на пластике тоже. Вот здесь под крышкой. Здесь, по-моему, и здесь должна быть позолотка. Здесь ножки сдую горелкой. Вот это все поломаю. И бросаем кислоты. Здесь тоже снимаю радиаторы. Поломаю. Здесь тоже вот под крышкой этой имеется золото. Позолотка. Здесь нету. Вот сниму радиаторы. Посмотрим. Ну здесь вот. Вот так вот получается. Intel. Это хорошие процессоры. И заберем с них золото. Посмотрим сколько получится. 10 штук получается. Да. Ну только вот десятая вот такая вот. Вот так поломал процессоры. Подготовил. И слегка обжег. Вот этот процессор я, конечно, хорошо обжег. Чтобы избавиться от лака. От пластика здесь немножко был. Ну. Стряхнуть, конечно, ножки с этого процессора тоже невозможно. Здесь слегка обжег. Чтобы ну типа открыть там это железо или что там такое. Оно магнитное. И сейчас буду вытравливать этот лишний металл. Здесь, конечно, меди много в этом процессоре. Ну есть, конечно, позолотка. И что-то магнитное. Вот стакан у меня на 2 литра. Сейчас аккуратно загружаю. Вот. Есть. Ну и заливаю электролитом сначала. А немножко вытравлю лишний металл. Затем уже промою и залью царем. Так. Теперь сверху азотной кислоты. Миллилитров 20 сразу залью. А затем буду добавлять, если надо. Плитка у меня уже греется. Ставлю. И пускай травится лишний металл. Сейчас всё закрываем. Вытравил лишний металл, возможно даже и полностью, хотя нет. Вот ножки остались, пусть и целые немножко, текстолит, что-то там было, но сейчас растворять золото нужно. Вливаю сначала воды, вот так покрою и царя, где-то 40 миллилитров вливаю, и ставлю на плитку, доведу до кипения и буду следить за растворением золота, когда полностью растворится, прекратится реакция, затем солью жидкость, профильтрую и посмотрим. Золото забрал, здесь пусто, вот. И вот оно в растворе, уже закипело. Сейчас буду гасить азотку и восстанавливать гидроксиламином соляно-кислым. Еще немножко воды дали, потому что здесь мало. И восстановим. Азотку проверил сульфаминовой кислотой, там ее не было. Вот в центре там сульфаминовая кислота осталась. Ну и буду восстанавливать гидроксиламин. Помешаю. И нужно подождать. Вот восстановление мгновенное. И еще, тину. И еще. Вот видно, что там золото уже выпало на дне. Западает, вот видим, да? Каугляция произошла, но вижу, что что-то еще зацепило, что-то там оставалось. Наверное, железо или никель. Вот всплыло золото сверху. Всплывает золото легкое. Осадок легкий. Ну, посмотрим. Еще буду кипятить. Пускай полностью выпадает. Затем уже включусь. Посмотрим на осадок. Вот такая жидкость и вот такое золото. Оно легкое. Вот видим, колышется. Так что его там мало, этого золота. Посмотрим. Сливаю жидкость, промываю осадок, высушу и затем взвесим. Я, конечно, посмотрю. Возможно, придется какой-то кислотой промыть его. Ну, посмотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Осадок поварил в азотной кислоте. Помыл, высушил. Взвесим. Так, сколько же получается золота с десяти вот таких вот процессоров. Получается всего-навсего полграмма. Я думаю, такие, средненькие получается. Или даже, можно сказать, слабенькие некоторые там были. Ну, вот такой результат. Полграмма. Сейчас сплавлю. Ещё раз взвесим. Золото чистое. Три девятки. Маленький, конечно, кусочек, но золото чистое. Это хорошо. Вот такой вес. Ну да, 0,5 грамма. Здесь проверим. 0,5 грамма. 0,52 здесь. Бурак немножко имеется там. Да. 0,5 грамма золота. Ну, что скажу. Побольше бы хоть таких вот процессоров. К примеру, штук 100. И было бы 5 грамм золота. А так только полграмма. С десяти штук. Ну, там на текстолите, конечно, там мало золота в таком процессоре. Ну, и ещё там один процессор был. Слабенький такой, керамический. Ну, а тут такие, средненькие. Ну, таких бы средненьких-то побольше. На этом всё. Всем добра и удачи. Всем пока. А это для диванных экспертов. А то начнут сейчас мне рассказывать, что выгоднее. Продать или переработать. Вот то, что я переработал. Жёлтым маркером отмечено. Считайте, если умеете считать. Продолжение следует.